Сегодня мы говорим про уникальное растение паразит, которое использует соки других деревьев, чтобы наполниться максимальным количеством биологически активных веществ и помочь тем самым в лечении различных заболеваний человека. Амела белая испокон веков почиталась в медицине. В плене старшие парацельцы назначали отвары из этой травы при различных желудочных заболеваниях, эпилепсии, нервных патологиях. Рождественская традиция целоваться под ветвями Амелы уходит корнями в эпоху Средневековья. После поцелуя влюбленные непременно брали себе по одной ягодке. С тех пор парень и девушка считались обрученными, а их свадьба обязательно должна состояться в течение следующего года. Так как растение растет на деревьях, то добраться до него достаточно сложно. И некоторые народные целители ждут бурь, после которых обязательно обломки ветвей вместе с Амелой оказываются на земле. Так ее очень удобно собирать. Сушить траву естественным способом в темноте, после чего ее можно измельчить и хранить два года в стеклянной таре. В химический состав Амелы входят дубильные вещества, органические и жирные кислоты, спирты. Ягоды содержат каучук. Несмотря на то, что Амела обладает легким успокаивающим эффектом, она традиционно используется как тоник. Тонизирует наш организм период зимы после перенесенных тяжелых заболеваний. Славится Амела за счет того, что хорошо понижает артериальное давление, обладает гипотензивным действием, расширяя сосуды, снижает давление и идеально подходит для людей с первой и второй стадии гипертонии. Для этого применяется настой из Амела. Одну чайную ложку измельченной Амелы заливаем стаканом кипятка и настаиваем 20 минут. Затем процеживаем. Принимать такой отвар следует по одной трети стакана три раза в день. Курс – 3-4 недели, после чего перерыв на два месяца, так как растение считается слабо ядовитым. Несмотря на все положительные свойства Амелы белой, имеются и ограничения к ее приему. Она не подходит маленьким детям, требует строгих дозировок, ну и конечно же беременность и индивидуальная непереносимость являются ограничением к приему Амелы. Поэтому используйте Амелу грамотно и будьте здоровы без всякой химии.